Здравствуйте, уважаемые подписчики! Присоединяйтесь, новички! Вы на канале Процветок и с вами Ольга Дуброва. Сегодня мы продолжим тему, какие однолетние растения посеять прямо в грунт весной. Можно их посеять очень рано. Этим самым мы сэкономим время, сэкономим место и сэкономим силы. И все с ними будет очень хорошо, с этими растениями. Но я не буду, конечно, рекомендовать бархатцы, календу, васильки, потому что вы про это уже сами знаете. У некоторых они уже давным-давно сами насеваются, сами растут, и никаких тут рекомендаций не надо. Поэтому я сделаю подборочку таких однолетних растений, которые, может быть, даже мало кому известны, но при этом они неприхотливы, не составляют труда в выращивании. И получается великолепный результат, что очень полезно для нашего самочувствия. Итак, на первом месте я поставлю кларкию. Есть несколько видов кларки. Кларка изящная, кларки апульхела. Какую бы вы ни взяли, ее даже рекомендую выращивать не через рассаду, потому что она будет вытягиваться. У нее очень быстрый рост, стержневая корневая система, и потом будут проблемы, и не будет хорошего декоративного вида. Когда мы кларкию сеем непосредственно в грунт, она остается крепенькой. Единственное следить за тем, чтобы на нее не нападали различные крестоцветные, особенно бложки, проводить такие профилактические мероприятия, ну и посматривать на нее. Кларкию можно сеять уже кому-то где-то там в более теплых регионах в конце апреля, ну а в середине мая, то там уже и сам Бог велел. А кларкия быстро сходит, в грунте это произойдет в течение 70 дней. 7-10, не 70. И если мы ее посеем в конце апреля, то уже в июне месяце появятся первые цветочки. Посмотрите, какие у нее необыкновенные цветы. Для того, чтобы она была более пышным, потому что у нее ярко выражен центральный стебель, верхушечку прищипываем, и затем вот эти необычные соцветия будут радовать вас в течение как минимум 60 дней. Следующее растение – сапиглосис. Это вообще великолепное растение, это прямо, ну, палитра красок. Каждый цветок неповторим, каждое растение со своими цветками не похоже на соседнее, и можно просто вот часами рассматривать эти удивительные цветочки. Еще одно растение, которое будет отличаться засохоустойчивостью, жароустойчивостью, посеянное в грунт, оно будет даже морозоустойчивым. То есть всходом не страшны будут возвратные заморозки. Это деморфотека. Деморфотека тоже есть нескольких видов. Деморфотека плюварис и деморфотека синуата. Плюварис отличается необычными соцветиями. Это крупные достаточно ромашки диаметром сантиметров 5-6. Серединка из синя-черная. И лепестки практически белые, с такой вот нежной, голубовато-фиолетовой поволокой. Устойчивое, крепкое растение с бесконечным периодом цветения. Семена крупные, хорошо завязываются, многочисленные. Один раз посеяв, вы можете собирать хорошие семена с хорошей схожестью, делиться с ними с друзьями и соседями. Растение, которое можно выращивать тоже посевом в грунт, хотя, кажется, не может такого быть. Это мирабелис с таким красивым названием. Мирабелис образует потом не просто корешочки, а такие клубишки. Поэтому один раз посеяв, вы можете, в принципе, и собрать семена. Семена классные, крупные такие. Потом вам поближе покажут. Они такие вот, ну, просто вот бочонки с поросячьими рыльцами на конце. И можно собирать семена, которые в обилии завязываются. А можно, если какой-то сорт уникальной раскраски, то можно сохранить вот этот вот клубень в горшочке, как будто бы мы сохраняем маленькую георгинку. И на следующий год поставить на проращивание, и у вас вообще будет просто вот раннее такое цветение мирабелиса. Мирабелис образует от такого семечки в течение трех месяцев. Крепкий, компактный куст, который снизу даже слегка отревесневает. Здоровые листья, такие похожие даже на сирень можно спутать. Я никогда не замечала за свои годы работы, чтобы он поражался кем-то или чем-то. Может, так вот и не привелось. Но рядом патогенов было много, а он стоит в себе с такой сочной темной зеленой листвой. Отличается еще многообразными окрасками от белой, желтой, пестрой, розовой. И сорта более компактного роста, которые можно посадить даже в горшок, в какое-то кашпо и поставить в нужном месте. Ну, поручить вот отличное растение. Следующее растение, которое, наверное, мало известно, это немофила. С немофилой тоже проблем не будет. Немофила – чисто однолетнее растение с однолетним циклом развития. Семена завязала, и на этом ее жизнь закончилась, как бы вы ее не валяли. Она может быть использована не только как растущая в грунте растение, но и как почва покровная. А если вы посадите ее в кашпо, то она будет прекрасным дополнением. Плети будут не спадать. Растение образует такую хорошую подушечку с плетями сантиметров 40 сантиметров длиной. И бесконечное цветение с многочисленными цветочками. Цветочки не маленькие, не крупные, сантиметра 4 в диаметре. Снова же есть несколько видов. Немофила, которая называется мензиса, образует в основном ее сорта оттенки голубого цвета. А немофила, которая называется макулята, у нее очень красивые необычные цветки. И всегда, какой бы основной окраски ни был цветок, он может быть и белый, и голубой, все непременно будут присутствовать оригинальное темно-фиолетовое пятнышко на лепестке. И прожилочки у основания. В Японии поинтересуйтесь в интернете. Все там проводят прямо такие дни и недели, когда засевают склоны, огромные немофилы. И вот эти голубые поля, они смотрятся просто, как моря. Бесконечные посетители, и все делают там обалденные фотографии. Поинтересуйтесь и заведите у себя это растение. В сходы прорастают тоже достаточно быстро, через 5-7 дней. Ну и в дальнейшем весь уход будет заключаться в прорыхливании и удалении сорняков. Но не забывайте, что, казалось бы, георгина однолетняя. Непременно ее надо через рассаду. Нет, не надо через рассаду. Сейте ее в грунт семенами. Раскладывайте зернышки на расстоянии сантиметров 10 друг от друга. По штучке 2 на всякий случай, на всякие непредвиденные обстоятельства. Затем, когда вы будете видеть, когда они в сходы появятся, в сходы появятся через дней 7-10. Если все хорошо идет и все-все взошло, то вы прореживаете сначала эти, которые у вас были, кучки. А затем оставляется расстояние между синицами в зависимости от сорта, от его мощности. Потому что разного роста, разные силы роста бывают на расстоянии 20-30 сантиметров. Для того, чтобы они могли полноценно развиваться и предстать в полной своей красе. Много сортов однолетней георгины. Даже группа декоративных продается в семенах с необычной окраской. Например, сорта ватан называется. У него просто бронзовая листва и смотрится великолепно. Цветки махровые разной окраски. И вот эта бронзовая листва позволит вам с кем-то скомпоновать и придать с такой вот загадочностью вашему цветнику. Интересное растение, которое называется гибиску стрионум. Не представляет никаких хлопот. И цветки загадочно выглядят, необычайные окраски. Они молочно-желтоватые, белые, с темной серединкой. Затем может насеваться самосевом. И тоже у вас будет состоять задача в том, чтобы посадить его по весне следующего года в том месте, где вам это необходимо. Сан-Виталия. В Сан-Виталии много сортов. Есть более сильного роста, есть более компактного роста. Несмотря на то, что семена мелкие, но можно также сеять в грудь в такие же сроки. Кому-то в конце апреля, кому-то в начале, в середине мая. Немножко дольше происходит у нее развитие, потому что более длительный период от посева до начала цветения. Но через три месяца появятся многочисленные цветки. И до самых-самых заморозков будут появляться ярко-желтые, озорные такие динамичные цветочки, которые просто абсолютно усыпают кустик. Есть сорта желтые лепестки, желтая серединка, трубчатые цветочки. Есть сорт черноглазая Сюзанна, у которой черная серединка и ярко-желтые лепесточки. Выглядит очень задорно. Очередное растение – сальвия веридис. Мы знаем сальвию, которая блестящая, с которой с этими семенами, там сеешь, она зацветет через дней 80. На подоконниках расставляем. Не надо нам эта сальвия пролетарская красного цвета. Давайте посадим сальвию веридис, посеем. Семена у нее достаточно крупные. Потом мы посмотрим здесь поближе. Не то чтобы крупные, но можно их прощупать. Великолепная схожесть. Декоративность представляют из себя не, собственно, цветочки. Они, в принципе, невзрачные, если это ботаники понимают, что такое цветочек. А прицветники. И они суховатые. То есть можно затем срезать и использовать в качестве сухоцветов. Бывают прелестники, эти прицветники различных окрасок. Фиолетовый, розовый, белый сорт. White Monarch называется. Сизоокрашенная листва. Естественно, имеет, как и все сальвии, аромат, если потереть. Аромат вполне приятный, потому что у сальвии блестящий аромат немножко отвратный. А у этой такой вот уже располагающий приятный. Сизоокрашенная листва. Мало встречается в наших садах. Поэтому будет очень удобно и выгодно использовать для каких-то композиций. И можно срезать, как я говорю, что для сухоцветов. Великолепно стоит в полутемном месте подсушить. И затем сохраняет свой цвет очень долго. Столько, сколько вы захотите. Ну и, наверное, уже так, 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 так. Десятое, пусть будет, десятки остановимся. Десятое растение это будет скобиоза атропурпуре. Это растение внесет немножко драматизма в вашем саду. За счет своих насыщенно фиолетовых шариков. И замечательно тоже сеется в грунт. А затем цветочки, по мере отцветания, они образуют интересные такие шарики сухие. Слышите, как оно шуршит. Шарики на стадии, как только они начинают терять свой зеленый, такой светло-зеленый цвет. И переходить уже к стадии зрелости. Можно эти соцветия срезать и тоже использовать как сухоцветы. Можно затем их прокрашивать в любые цвета и создавать какие-то композиции. Удивительные для себя и своих домочадцев. На этой десятке я закончу свое повествование. Дякую всем, кто меня не даст луху до конца. До побочения. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго.